Китайская индустрия в очередной раз сумела поразить общественность. Начиналось всё безобидно. Компания Шинерой объявила о премьере нового мотоциклетного двигателя. Двухцилиндрового V-образного. И довольно приличного по китайским меркам объёма 1,2 литра. Такие моторы нередко ставят на круизёры. И ещё одна интересная величина. Угол развала цилиндров составляет 45 градусов. И вот эта цифра уже кое-кого заставит насторожиться. И правильно. На поверку новинка оказалась практически точной копией мотора Evolution, который ставили на Harley-Davidson Sportster. Сложно сказать, насколько китайская версия отличается в мелочах, но вряд ли радикально, потому что технические характеристики схожи. Мощность 60 лошадиных сил, 90 ньютон-метров крутящего момента, степень сжатия 9 к 1. Ситуация довольно забавная по целому ряду причин. Во-первых, классический Harley-Davidson Sportster доживает свой долгий век, а двигатель Evolution ставили на него аж с 1986 года. И несмотря на ряд доработок, за 35 лет он изменился не сильно. То есть при всём изобилии других моторов похожей компоновки и китайцы выбрали для копирования один из самых архаичных агрегатов мотоиндустрии. Во-вторых, американский мотор для китайцев сделали итальянцы. Этим занималась компания SWM Motorcycles, которая уже некоторое время принадлежит Шинерей. Вот уж действительно интернациональный проект. Мотор, наречённый V1200, появился при участии трёх континентов. Естественно, никаких разрешений у Harley-Davidson азиаты не спрашивали. И просто сделали то, что сочли нужным, не обращая внимания на возможные протесты. Впрочем, это как раз традиционная для китайских компаний линия поведения. Но нам интересно в этой истории другое. Ведь многие любители классических мотоциклов переживали об уходе классического спортсера. И теперь будет очень интересно узнать, какой мотоцикл построят вокруг копии Evolution. Неудивительно, если он будет мало отличаться от того же спортсера. Тем более, что его конструкция совсем не бином Ньютона. В старой доброй спорте прос настолько, насколько это в принципе возможно. А раз так, вот вам и возвращение легенды. И шутки про качество китайской копии будут не слишком уместны, учитывая, что и оригинал в этом отношении был совсем не подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова